О чем говорят? На локальных автобусных линиях. Значит, дело было так. Есть такая компания ЗАПСИПАВТО. Она у нас обслуживает несколько маршрутов. Это как в частности 16, 18, 26 и еще два дачных маршрута 107 и 111. И вот в один прекрасный день автобусы этой компании на свои маршруты не вышли. Естественно, поднялась паника. Все начали спрашивать, что произошло. К делу подключился как СПОПАД наш муниципальный перевозчик, так и глава города Максим Слепов. Пошли разговоры о том, что якобы руководство компании перевозчика не выплачивало зарплаты сотрудникам, водителям. И они поэтому устроили такую вот импровизированную забастовку. Потом выяснилось, что все-таки будут выплачены какие-то премии этим водителям и так далее. В принципе, процесс был налажен. Но я просто напомню, это второй за год. Я не припомню за предыдущие годы, которые как минимум я жил в Сургуте, чтобы у нас были какие-то такие масштабные скандалы, связанные именно с перевозчиками. Ну, кроме того, что в некоторые из предыдущих лет выяснялось, что бюджет города отгружает СПОПАДу невероятные сотни миллионов рублей, а они куда-то деваются в неизвестном направлении. Кроме этого, у нас таких скандалов не было. Сейчас уже два за буквально три месяца. Потому что я напомню, что в мае так получилось, что не вышли на линию 45-й и 47-й автобусы, самые популярные маршруты в Сургуте. Их СПОПАД тоже должен был очень резко и очень стремительно заменять. На какие нюансы этой всей истории ты бы обратил внимание с точки зрения организации перевозок в Сургуте? Может быть, уже пора их как-то реформировать? Или, может быть, наоборот, их не надо реформировать, а нужно как-то настраивать при помощи тонких изменений внутри существующей системы? Как ты думаешь? Ну, не будучи специалистом в теме общественных перевозок и тем более СПОПАД, трудно что-либо сказать. Я хотел бы спросить, а кто заказчиком является у этого перевозчика? Система выглядит так. У нас есть ДГХ, Департамент городского хозяйства. Его подведомственное учреждение, которое курирует для города все общественные перевозки, это акционерное общество СПОПАД, которое на 100% принадлежит администрации города. Соответственно, СПОПАД заказывает у всех. То есть, он кого-то возит сам, какие-то маршруты он обслуживает сам, какие-то маршруты он разыгрывает на каких-то тендерах. И его подрядчиками являются вот эти вот разные компании, в том числе вот этот вот ЗАПСИПАВТО. То есть, фактически они перед СПОПАДом совершили вот этот вот свой условный демарш. То есть, СПОПАД им платят и дебиторки там, ну, встречной кредиторкой дебиторки нету у этих компаний друг перед другом. СПОПАД платят. СПОПАД, да, за это им платят СПОПАД, за провоз людей по этим маршрутам. Ясно. Хорошо. Ничего хорошего. Я думаю, что... Главное, конечно, проблема в СПОПАДе. Но не потому, что он виноват вот в этой именно ситуации, а потому, что много десятков лет, это главное, ну, единственное по факту, городское транспортное предприятие чувствовало, да и чувствует по-прежнему себя не очень хорошо. И больна эта компания. Город предпринимает какие-то титанические усилия ее, ну, вытащить до стандартов нормального, эффективного, прозрачного бизнеса. Я предполагаю, что это одна из целей реформы Андрея Филатова была. И, в общем-то, к этой цели Сургутская мэрия шла. Понятно, что процесс чрезвычайно болезненный. То, как крали в СПОПАДе в прежней администрации, оно просто, оно, вот, оно в голове не укладывается. Само они себе рисовали генералитеты, букватерия. Такие адские премии. Ну, то есть, это просто вот ежемесячная прибавка просто там за, по любому поводу, за ненормированный рабочий день, там, за еще какую-то ерунду. Там сотни тысяч рублей, просто вот к официальному окладу, понимаем, да. То есть, деньги, это такое врасту тупое, да, они вот через ведомости проводили, а как вообще складывалось. Кстати, осудили не так давно одного из бывших, по-моему, этих менеджеров. Что-то такое слышал я. Ну, не осудили, а ни одного из бывших, бывшего генерального директора, да, ну. Ну, так как элементы этой всей работы, я понимаю. А, по сути, я не знаю, спопат это как магазин элисеевский, да, в андроповские годы. Вот просто вся система выстроена таким образом, чтобы под вывеской одного фактически существовало другое. То есть, это бездонная дыра, абсолютно неэффективный менеджмент, абсолютно демотивированный персонал, а за многие годы еще и потерявший какую-то, ну, профессиональную, там, схватку, солидарность. Персонал, которому совершенно ничего уже не хочется, да. Вот. И в условиях, когда спопат является главным заказчиком транспортных, пассажирских перевозок, ему, видимо, трудно выстраивать вот эти подрядные, субподрядные взаимоотношения со своими исполнителями. Сама компания в стадии перестройки. И... Ну да, я просто напомню, что у нее новый менеджер уже полгода как, и, ну, как бы, я сейчас не возьмусь судить, но я слышал в основном положительные отзывы. Ну, потому что новый менеджмент и менеджер, и генеральный директор выполняет ровно тот стандартный набор антикризисных действий, которые бы выполнял любой на его месте более-менее грамотный управленец. Это же понятно. Если мы имеем убыточную компанию, мы сначала сокращаем издержки, все необоснованные. Ну, допустим, как я только что рассказал, было чего сокращать. Если у компании низкая выручка, вы пересматриваете там свои тарифы, вы пересматриваете свою экономику, ищите дополнительные источники заработка. Отсюда конфликт по 45-му, 47-му маршрутам. Я понимаю, в чем там дело, да? СПОПА, в общем-то, ну, грубо говоря, отжал экономически выгодные маршруты у своего же подрядчика. Отдал их себе, чтобы больше просто, чтобы создать дополнительную выручку. Как антикризисное решение, скорее, да. Как решение с последствия, надо смотреть. То есть, тут не все однозначно. Поэтому, вероятнее всего, вот, по прошествии года реформы СПОПАТа, город должен со специалистами, кто занимается подобными транспортными реконструкциями, проанализировать основные, главное, ошибки и компании, и проведенной реформой ее первого этапа. И, вероятнее всего, следующим этапом должна быть более глубокая перестройка вообще всей системы транспортного обслуживания населения Сургута, с тем, чтобы подрядные организации, которые СПОПАТ нанимают на выполнение тех или иных маршрутов, не оказывались такими недобросовестными, как вот, вероятно, с этими дачными автобусами произошло. И, заметим, сейчас вообще стилистика предпринимателей многих возвращается к такому стилю 90-х годов. Когда что-то не нравится, сразу взрыв эмоций, сразу пошел шантаж, сразу разговор со своим заказчиком. Ну, в данном случае это город, поэтому Максим Слепов и вмешивается в эту ситуацию, а ему не нужны такие скандалы, потому что только что более-менее разрулили ситуацию с 45-м маршрутом. Вот, сразу предприниматели начинают вставать на дыбы, и мы там не работаем, да? Вот. Как вот с тем нашим пресловутым соседом с забором, да? Что-то ему там с городом не понравилось в его взаимоотношениях. Я вам сделаю назло вот такую, значит, ситуацию шантажу, вы там бегаете вокруг меня. Поэтому, ну, то есть, это все неприятная ситуация, ничего нельзя сказать конкретно. Если для спопата данный подрядчик слабый, наверное, он должен разыграть другого. Но, опять-таки, транспортная компания, это же там не два листа бумаги, два карандаша, это же огромная материально-техническая база, это же автобусы, гаражи, это же их сервис, ремонтная база, специалисты, водители, это все люди квалифицированные, их нельзя на рынок просто так выбрасывать. Соответственно, тут просто вопрос коммуникации города через спопат со своими подрядчиками. Но, чем качественнее будет реформа самого спопата, чем больше спопат будет бизнес-компанией, а не муниципальным придатком, тем спокойней будет и на городских маршрутах, которые спопат передает своим супчикам. Это понятно, да? Я за то, чтобы спопат был хорошим бизнесом, пусть он будет муниципальным, но, если это бизнес, то бизнес нормально регулирует подобные взаимоотношения со своими контрагентами. Без всякого участия городских властей у него это будет получаться на раз-два. Так что, надо голосовать за то, чтобы спопат усилиями его нынешнего менеджмента, ну и усилиями городской власти превращался в нормальную прозрачную компанию, а не вот в этот вот объект для непрерывного казнократства. Ну, Александр Попов, когда давал мне интервью, он как раз отвечая на мой вопрос про то, что является большим приоритетом, оказание услуг или прибыль, он объяснил, что прибыль у компании означает улучшение качества услуг, и поэтому бизнес, составляющая спопата, тоже должна расти и эффективность, и так далее. То есть, он как минимум на это, он об этом декларировал. Не, ну совершенно точно. То есть, прибыль, во главе всего стоит прибыль. И хотя всякие крикуны предпринимателей не любят и даже ненавидят за то, что они за прибыль работают, на самом деле, если у компании есть прибыль, то у компании все хорошо. Это означает, что у персонала нормальная зарплата, персоналу можно платить бонусы и премии, компания может выделять деньги на развитие, прибыль это всегда хорошо. Прибыль это свободные деньги. Свободные деньги это увеличение маневренности бизнеса и вывод его на новые рубежи. Так что прибыль это хорошо и Попов абсолютно прав. Ну что ж, хорошо, комментируйте, высказывайте свое мнение о том, что вы думаете по поводу сейчас работы общественного транспорта в Сургуте. Может быть, какие-то ваши собственные истории, связанные со СПОПАТом. Может, кто-нибудь там работал, расскажет что-нибудь интересное. Потому что много всякого оттуда доносится разнообразного. Всегда интересно послушать. Полную расшифровку нашего разговора вы прочитаете на seapress.ru И через неделю мы с вами еще повстречаемся, что-то интересное обсудим. Пока что ставьте лайки, смотрите нас, читайте нас. И до новых встреч. До свидания. Спасибо всем, друзья. Всем пока.